Девушки отдыхают При городе Луганска каждую ночь продолжаются боевые действия. Из-за обстрелов и повреждений объектов энергоснабжения Луганск несколько суток оставался без электричества. Сегодня частично восстановили линию электропередачи. Самой острой проблемой на данный момент является отсутствие водоснабжения. Премьер-министр ЛНР Марат Баширов заявил, что питьевой воды в Луганске хватит на 10 дней. Как сообщают из штаба ополчения, примерно в 14.30 по Москве под Шахтерском бойцы подразделения Моторолы с блокпоста номер 20 на трассе Донецк-Снежное подбили украинский летательный объект. Предположительно, беспилотник. Место падения обнаружила разведгруппа подразделения Корсара. В настоящее время осуществляется погрузка объекта. Ополченцы ДНР, отразив штурм в Шахтерска, перешли в наступление и нанесли серьезные потери 25-й аэромобильной бригаде воинской части А-11-26 вооруженных сил Украины. Каратели были окружены. Подкрепление и снабжение к ним не пришло. Ополченцы вели огонь из артиллерии. Убиты более 20 украинских карателей. Ночное наступление украинских карателей на город Ясиноватая Донецкой области силам ополчения удалось отбить. Об этом сообщил министр обороны ДНР Игорь Стрелков. В НАТО подтвердили применение армии Украины баллистических ракет. Реактивные снаряды обладают максимально поражающей силой. Представитель пресс-службы НАТО подтвердил, что украинские каратели применяют баллистические ракеты на востоке Украины. Об этом сообщает Дольче Велли. Эта информация основана на данных разведки США, указал представитель Альянса, не сообщив каких-либо подробностей. Украинские каратели отошли от высоты Саур-Могилы в Донецкой области. Об этом сообщают представители штаба защитников Донбасса. Стратегически важную позицию по-прежнему держат под контролем ополченцы, которые заняли ее еще в начале июня. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. И вся правда о Юго-Востоке по-прежнему на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова